Всем привет-привет! Всем отличной недели и хорошего настроения! Сегодня мы с вами сделаем расклад на одну позицию, но на одну позицию, но в ней я постараюсь рассмотреть несколько вариантов. Поэтому, когда я говорю на одну позицию, это не значит, что только одному конкретному человеку что-то подойдет. Хотя, в принципе, даже если это было бы так, все равно каждый из расклада слышит что-то свое. Это, наверное, такое некое вступление, возможно, для залетных птичек, как я говорю, которые не совсем разбираются в этой тематике. И очень часто пишу комментарии о том, что ну как вот в общем раскладе на одну позицию может подойти всем. Дело в том, что не сам расклад подходит, а информация, которая, то есть наполненность расклада может подойти. И опять-таки, не вся информация, а какая-то часть, только то, что откликается человеку. И это опять-таки связанность с умением слушать информацию и примерять ее на себя. То есть вообще прослушивание, либо просматривание раскладов, это достаточно активный такой процесс. Это не пассивный, вот как, я не знаю, как-то в фоновом режиме что-то там мурлычет и все. Это некое такое активное взаимодействие, когда торолог что-то рассказывает, то есть человек, который передает информацию. А другой, который принимает эту информацию, он ее и обрабатывает. То есть если мы действительно хотим изучать себя, в чем-то себя менять, то этот процесс, он достаточно такой активного взаимодействия. Поэтому, это я сейчас говорю не для того, чтобы вы это смотрели, да, просто потому что я хочу вас в чем-то убедить. Нет, я просто хочу пояснить, что в любом случае, даже если расклад на одну позицию, все равно в нем можно услышать. И так или иначе каждый услышит что-то свое. Плюс ко всему я стараюсь делать в раскладе на одну позицию несколько вариантов рассматривать. Поэтому без привязки к вариантам, так или иначе, разные ситуации будут рассмотрены в данном раскладе. Опять же, почему я сделаю на одну позицию? Потому что в последнее время мне не хватает энергии и сил очень ярко активничать, да. Но опять же таки, оставлять расклады, либо канал без раскладов не совсем правильно. Во-первых, потому что я знаю, что вы смотрите. А во-вторых, когда долгое время на канале не выходят расклады, то в рейтинге он падает и на него снижаются просмотры. А поскольку тематика самоопознания так или иначе не столь востребована, то опять же таки, с моей позиции, с профессиональной, мне приходится делать расклады. То есть если бы у меня была бы возможность какой-то период не делать расклады, то сейчас как раз тот период, когда мне не хотелось бы делать. Опять же таки, я не говорю о том, что я это делаю насильно, ни в коем случае. Просто такое, знаете, очень глубокие какие-то погружения, либо анализ так, как я это делаю. Я бы не хотела делать, потому что для меня это действительно энергозатратно. Потому что я погружаюсь в каждый расклад, когда я говорю погружение, я имею в виду, что все, что я говорю, все эти слова, я их пропускаю через себя. То есть примерно так, как актер проигрывает свою роль. И сказать, если после спектакля, либо какой-то сцены сказать, как ты себя ощущаешь, то человек, возможно, будет ощущать либо подъем, если сцена была такая достаточно позитивная, если трудная, сложная, где были эмоции, надо было плакать, вот это все переживать, то человек, в данном случае актер, он будет чувствовать какое-то опустошение, потому что все это пропускается через себя. Конечно же, есть коллеги, которые читают карты, не погружаясь, но окей, это где-нибудь там на другом канале, не у меня. Я просто вам поясняю свою позицию. Опять-таки, кто-то может сказать, что, Лень, зачем вы оправдываетесь? Это не оправдание, просто, скорее всего, наверное, более такое уважительное отношение к вам и пояснение, почему я поступаю так или иначе. Конечно, кому-то мои вступления не нужны, кому-то они интересны, здесь все, как говорится, на любителя. Но с точки зрения уважения я посчитала нужным объяснить. И, в принципе, я планирую сделать коротенький расклад, но, опять же, посмотрим, как получится. Я действительно не планирую большой, потому что нет энергетических сил. Вот, и поэтому он такой достаточно в тематике простой, на мой взгляд. Тема. Эту тему я уже делала в телеграм-канале. Она мне понравилась, я хочу сделать и для вас. Называется «Гордиться или обесценить?» В чем смысл расклада? Бывают такие моменты, которыми, в принципе, мы могли бы гордиться, либо какими-то качествами, какими-то, не знаю, своими достижениями, ситуациями, людьми. А мы их обесцениваем. То есть, вот понять и разобраться, почему мы обесцениваем то, что можно было, ну, либо чем можно было бы гордиться. Вот в этом смысл сегодняшнего расклада. Ну, давайте приступим. Итак, какие моменты, да, которыми можно гордиться, а мы их обесцениваем? Верховная жрица, да. Момент, которым можно гордиться. Чем можно гордиться по верховной жрице? Наверное, какой-то, знаете, пассивности. Опять же-таки, да, две стороны одной медали. С одной стороны, мы можем обесценивать состояние верховной жрицы, говоря о том, что вот у человека нету желания как-то себя проявлять, активничать, да. То есть, у человека присутствует некая такая интровертность. Если вам это свойственно, то да, возможно, кто-то может это обесценивать и говорить о том, что ты многие моменты упускаешь в своей жизни, потому что вот как-то о себе не заявляешь, не говоришь, не активничаешь. То есть, в данном случае здесь идет, возможно, какое-то вот обесценивание этой интровертности. Но с другой стороны, чем можно гордиться этой интровертностью? В том, что человек четко осознает, что, вот как я говорила, да, в начале энергосберегательный режим, незачем как-то зря, как это, выливать свою энергию непонятно на что, да. То есть, верховная жрица, она что делает? Она, в силу того, что у нее очень сильно развитая интуиция, понимание и ощущение внешнего мира, она находится, условно говоря, в пассивности, но при этом в любой момент, когда она ощутит, что нужно сейчас действовать, да, то есть она четко понимает время, что вот сейчас пришло время действовать, и она это будет делать. То есть, она не всегда находится в пассивности. Она, так скажем, достаточно эффективна. Она делает какие-то действия, совершает какие-то действия тогда, когда они уместны, тогда, когда они нужны. Это очень напоминает, знаете, компьютер. То есть, пока ты работаешь, да, он активный. Когда ты отходишь в сторону и занимаешься какими-то своими делами, и при этом его не выключая, то экран засыпает. Но это не говорит о том, что он не работает. Фоново, да, он всегда находится в состоянии готовности, и любой момент, двигая мышкой, да, он опять просыпается и готов, как говорится, к активным действиям. Вот примерно то же самое у нас идет с Верховной Жрицей. Поэтому обесценивание, с одной стороны, что человек находится как-то в тени, не проявляет себя. Может быть, здесь также обесценивание понятия любви, именно материнской любви, любви ко всем людям, без каких-то условностей, без каких-либо ограничений. Это тоже качество Верховной Жрицы. Его можно обесценить в плане того, что, как-то знаете, понимаете, как ты можешь любить всех, когда, ну я не знаю, это, скорее всего, могут говорить люди, которым чуждо это понятие, да, чуждо это состояние, и они не могут любить, вот как-то, знаете, так, всеобъемлющее, просто находиться вот в этом состоянии. Потому что привыкли любить кого-то и за что-то конкретно. Поэтому здесь может быть вот это вот обесценивание, то есть здесь материнская любовь, она очень напоминает, в ТикТоке есть одна семья, у них 15 детей, да, они приемные, за исключением одного. И вот в этой семье это детский дом семейного типа, в Беларуси они живут. Вот если на них смотреть, да, то видно, что женщина, она любит, ну точно так же, как ее муж, они любят абсолютно всех детей приемных, одинаково, они для них действительно равны. И иногда, читая комментарии, да, я замечаю о том, что кто-то говорит, да вот вы своего выделяете, а остальных как-то, ну, меньше внимания уделяем. И вот эти вот комментарии, как правило, пишут люди, которым, которые не проживают любовь, которым вот именно любовь, как таковая, она чужда, потому что проще как-то откритиковать кого-то, да, прокритиковать, осудить кого-то, да, чем войти в состояние и понять мотив того или иного человека. Вот здесь вот верховная жреца, она примерно про то же самое, то есть ей это понятно, как ты можешь любить абсолютно все и абсолютно одинаково. Но с другой стороны, здесь идет обесценивание, знаете как? Это может быть, допустим, у вас есть какие-то чувства к человеку, и вы понимаете, что этот человек не достоин вашей любви, потому что его отношение к вам, оно не взаимное, и в большей степени оно может быть даже абьюзивное. И глядя со стороны, человек может, третий человек, да, может сказать, ну как так, да, ты можешь любить этого человека, он того не стоит. Вот ему будет это чуждо. А у вас, возможно, есть такое понимание, что если я люблю, я люблю. И здесь нету какого-то критерия, вот за что, например, я люблю. Вот у меня это выходит как-то, как это, естественно, да, само по себе. И вот такие моменты, когда вы слышите критику в свой адрес, вам может казаться, что с вами что-то не так. В этом плане, да, что вы, возможно, больны, если вы любите, и, возможно, любите неё взаимно. И вот в такие моменты вы можете обесценивать своё чувство любви. Либо наоборот, когда нету какой-то взаимности, да, то есть вы что-то даёте человеку, но не получаете, да. Вот здесь вот в контексте любви я всё говорю. И вы можете обесценивать, сами себя обесценивать, что зачем такая любовь нужна? Но если она есть, она у неё есть какой-то мотив, у неё есть какая-то функция, для чего-то она нужна. Второй вопрос, что мы не всегда это понимаем, но это нужно. Ещё, есть ли какие-то моменты, за которые мы можем гордиться? То есть здесь верховная жрица, в принципе, она может гордиться собой. Неважно, будь то она интроверна, во-первых, вы можете гордиться тем, что вы умеете держать тайны, вы умеете держать язык за зубами. Опять же, кто-то может сказать, что в какие-то моменты надо было сказать что-то. Допустим, тебя просят, либо ещё что-то. Но есть такая категория людей, что если они дали слово, что я никому не расскажу, значит, это будет кому-то не расскажу. И иногда третьи лица начинают давить, манипулировать и говорить о том, что в данном случае надо было рассказать что-то. И вы можете отвечать, это не моя тайна, я не могу её говорить. Если вы хотите что-то узнать, обратитесь к тому человеку, кто мне эту тайну дал, а пускай он решает. То есть здесь может быть обесценивание других людей. То есть почему вы так себя ведёте, но в данном случае, и вы можете огорчаться даже, потому что ситуации могут быть разные. Иногда действительно хочется сказать, но вы не можете, потому что вы дали слово. Вот здесь вот эти вот моменты, тоже они могут обесцениваться. То есть вообще обесценивание и гордость, это вот как две стороны одной медали, в зависимости от того, кто смотрит. Ещё какие моменты, когда вы можете гордиться. Гордиться, видите, император, прям великий, арканы вышли, да? Вы можете гордиться своей твёрдостью в чём-то, да, вот настойчивости. Хотя кто-то это может воспринимать как упертость. То есть вы, и как-то опять же таки обесценивать вас через глупость. То есть у вас, например, есть цель, какая-то вы идёте к этой цели, много каких-то невзгод, трудностей, и что-то не получается. Вы не можете добиться того результата, который вы хотите. Но вы очень верите в своё дело, в то, что вы делаете. И вы продолжаете это делать. Третьи лица со стороны будут говорить, ну что ты уперся, да, вот в эту цель, да? Уже поменяй её, да? Либо что-то сделай по-другому, да? Откажись от неё. Но вы верите, вы продолжаете двигаться к этой цели. С одной стороны, с вашей позиции, вы можете быть гордиться, да, за такой подход. Почему? Потому что настойчивость, она часто приводит действительно к результату. То есть иногда, когда человек сдаётся, и он очень близок к победе, тогда очень сильное разочарование, что вот я был близок, но я сдался. То есть мне не хватило терпения, не хватило упертости, что ли, какой-то, настойчивости. Вот в этом случае, да, когда вы сдаётесь, вот вы тогда можете себя обесценивать. То есть только сил прикладывали и сдались в последний момент. Вот это вот может быть обесценивание. Как правило, люди, когда влияют на вас, и вы поддаётесь их влиянию, тогда идёт обесценивание. Но за что вы здесь можете гордиться по императору? В своей настойчивости, в своей, может быть, упертости, да, в своей дисциплине. Очень часто люди говорят о том, что, ой, ну ладно, допустим, если вы занимаетесь правильным питанием, да, для себя, либо ходите в спортзал, ну, по крайней мере, я это очень часто такое слышу в свой адрес, мне говорят, да ладно, ничего страшного, один день поешь что-нибудь там другое. Либо, ничего страшного, вот только вот это съешь. Когда начинаешь объяснять человеку, что это не входит в твой колораж дня, и ты не можешь это съесть. Не потому, что ты как-то вот себя насилуешь, а просто потому, что этого не нужно делать, да, потому что у тебя есть какие-то определенные цели. Вместо того, чтобы тебя поддержать и говорить, да, правильно, не нужно этого делать. Люди, наоборот, как-то вот провоцируют, да ладно, расслабься, что ты так вот относишься прям очень серьезно к чему-то. Вот в данном случае идет обесценивание, обесценивание ваших сил, обесценивание вашего труда, который вы прикладываете. То есть правильный человек, да, хочешь сказать, друг, либо человек, который действительно желает вам добра, он не будет провоцировать вас, да, либо подстрекать, сделать то, что вы не хотите сделать. То есть в данном случае идет обесценивание ваших целей. Что еще может быть обесценивание по императору? Вообще император — это человек, который держит свое слово, человек достаточно системный, постоянный, стабильный, да, он может быть твердый, он может быть жесткий, он может ограничивать свободу других людей, он может быть даже и деспотичный в некоторой степени. Вот в таком случае тогда он может обесценивать как себя, так и других, когда вот идет вот этот негатив. Но также императору свойственно еще такое качество, как лень. Кому-то может сейчас показаться достаточно интересный этот аспект. Вот. Опять-таки вопросы лени. Если человек действительно устал и не прислушивается к своему телу, да, то он не поймет, что лень иногда — это вот прям необходимость организма отдохнуть. В каких-то моментах, опять же-таки, лень, она может быть показателем того, что то, что вы хотите сделать, в данном случае какая-то цель, да, либо какая-то задача, она не имеет для вас важности и ценности. То есть поэтому вы ленитесь что-то сделать. То есть вам это не столь нужно, вам в этом нет никакой необходимости. Очень часто люди говорят о том, что не хватает мотивации, но здесь вопрос не в мотивации, а здесь вопрос в ценности. Поэтому то, что ценно и важно действительно для императора, он к этой цели, он будет идти. А если ему это не важно, не актуально, незначимо, то он это будет обесценивать. Смотрим дальше. Какие моменты, да, которым можно гордиться, мы их обесцениваем. Какими моментами можно гордиться? Ну, опять-таки, великий Аркан, так интересно. По Луне. Чем можно гордиться? Ну, Луна у нас всегда говорит про чувствительность, про очень ярко выраженную интуицию и женские какие-то качества, мягкости. И этим, в принципе, можно гордиться, если Луна присутствует. А обесценивать можно здесь по Луне что? Неумение делать правильный выбор, то есть неумение отличить иллюзию от реальности. Обесценивать какую-то ситуацию, когда у человека много страхов. Опять же-таки, страхи почему? Потому что не хватает ясности. У Луны нет своего собственного света. Она отражает солнечный свет. Поэтому, когда очень много солнца, очень много света, тогда очень ярко будет проявляться теневой аспект. Поэтому обесценивание всегда происходит парком на Луне, когда начинают всплывать какие-то теневые аспекты, и вместо того, чтобы их принять, либо как-то в них разобраться, сделать их своими союзниками, мы обесцениваем Луну, мы обесцениваем свои теневые какие-то аспекты. Но гордиться здесь можно как раз-таки в том, что человек, если сможет справиться со своим страхом и пойти в него, то он станет намного сильнее, и вот этим можно гордиться. Ну и давайте последний аркан я вытащу, и мы посмотрим, да, чем можно гордиться. Еще чуть, ну надо же, вот это расклад, да, все великие арканы. Чем можно гордиться? Аркану влюбленных. Гордиться можно своей эстетикой. И сразу скажу, что противоположное этому, да, то есть обесценивание здесь может быть через неумение делать выбор. Вот это вот колебание, да, что мне делать, в чем, да, что выбрать, как определиться с чем-то. Вот это вот может быть в некой степени, да, тоже обесценивание проявляется. То есть таким образом проявляется обесценивание либо человека, либо ситуации, когда вот человек как-то мечется, он не знает, что сделать, да, кого выбрать. Почему? Потому что... Sorry. Знаете, как эти ролики бывают в интернете? Извиняюсь. Где говорится, если ты стоишь перед выбором меня, быть со мной или не быть, то лучше не быть. Почему? Потому что меня выбирать не надо. Если ты хочешь, ты уже остаешься со мной. Если ты задумываешься, надо, не надо, да, если ты совершаешь какой-то выбор, значит тебе уже не надо. Вот это вот в данном случае идет как раз таки обесценивание. Ну, а гордость здесь, гордость за эстетику, за красоту, за гармонию, за баланс, за умение принимать что-то в себе. Причем вот здесь по луне мы говорили про теневые аспекты, да, а здесь как раз таки вот мы можем принять какую-то свою противоположность, да, либо, ну, в данном случае там теневой какой-то аспект внутри себя. Вот, как-то так. Коротенький вышел расклад, не знаю, что еще сказать. В принципе, сказать мне больше нечего. Пожелаю вам всем отличной недели. До следующего расклада. Всем пока-пока!